1 июня на Чернобыльской атомной электростанции закончился особый режим работы, который был введен 19 марта. Персонал ЧАЭС в полном составе приступил к выполнению производственных задач с соблюдением условий адаптивного карантина, который предусматривает температурный скрининг персонала по дороге на работу, обязательное соблюдение масочного режима, оборудование пунктов выдачи медицинских масок, дезинфекции и соблюдение дистанции. Вход на платформу разрешен лишь после температурного скрининга. Работники отдела физической защиты, на которых возложено выполнение пирометрического контроля, уже освоились с приборами и работают быстро. Длинных очередей нет. Проведение скрининга занимает определенное время, поэтому работники Чернобыльской АЭС приходят гораздо раньше до отправления электропоезда. Контролеры с пирометрами стоят на каждом выходе на перрон. Если при измерении у работника станции или зоны отчуждения будет зафиксирована температура 37,2 и выше, он не будет допущен к работе без соответствующих выводов врачей. Согласно перечне противоэпидемиологических мероприятий, утвержденного на Чернобыльской АЭС, с 6.50 и до отправления последней электрички, на платформе работает 4 пункта, где можно получить средства защиты органов дыхания. Работники получают их под личную роспись прямо у поезда. Проезд в электропоезде по маршруту Славутич-Семиходы-Славутич без средств защиты органов дыхания запрещен. Самый напряженный момент для работников станции по дороге на работу – это прохождение пропускной системы станции-семиходы. Несмотря на то, что на пол платформы и санпропускников нанесена разметка, у турникетов возникает скучность, которую пока трудно избежать. Среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках адаптивного карантина необходимо соблюдать санитарную дистанцию в автобусах, в столовых и на рабочих местах, проводить дезинфекцию электропоездов после каждого рейса не менее двух раз в день, дезинфицировать места общего пользования и турникеты на проходных. Вероятно, жить в условиях пандемии коронавируса всем нам придется еще достаточно длительное время. Поэтому мы должны научиться соблюдать не только санитарную дистанцию, но и уважать личное пространство каждого. Носить маску не только потому, чтобы не заразиться самому, но и чтобы обезопасить других. Продолжение следует...